В Звеграевском районе молодой человек в магазине самообслуживания украл наушники и телефон. Охраннику удалось догнать злоумышленника, но на парковке похититель оттолкнул сотрудника службы безопасности и убежал. Приметы. Парень европейской внешности рос 170-175 сантиметров, на вид 25-30 лет. Был одет в черную шапку, серую куртку, темно-синие джинсы. При наличии какой-либо информации сотрудники МВД просят сообщить полиции. Чуть не попался на уловку мошенников. В Уан-Удэ мужчину заставили взять кредит почти на 300 тысяч и перевести на якобы безопасный счет. Мужчина рассказал полицейским, что ему на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который подставился сотрудникам портала госуслуг и сообщил о том, что мошенники, используя портал, пытаются оформить кредит на его имя. И для того, чтобы не лишиться денег, ему необходимо срочно оформить кредит самостоятельно, перевести денежные средства на безопасный счет. Мужчина оформил заим в банке на сумму 290 тысяч рублей. И по указке звонившего пришел в салон сотовой связи для того, чтобы перевести денежные средства на абонентский номер. Сотрудник торговой точки заподозрил неладное и предупредил мужчину, что это, скорее всего, мошенники. И я начал спрашивать, задавать вопросы, кому принадлежит номер. То, что он ответил, номер не ему принадлежит, ему сказали по номеру телефона. Я ему все объяснил, клиент понял, что лучше не переводить денежные средства. Далее, к происшествиям на дорогах. ДТП произошло на перекрестке улиц Туаева и Кольцова. По версии аварийных комиссаров, водитель Toyota Camry, двигаясь по крайней правой полосе, решил проскочить прямо, хотя на светофоре загорелся сигнал дополнительной секции. Поворот направо. В результате в машину врезался микроавтобус. Авария без пострадавших. В 140-м микрорайоне незаконно вырубили 9 сосен. Сумма ущерба составила более 85 тысяч рублей. В настоящее время в производстве отдела дознания отдела полиции номер 2 Управления ВД России по городу Улан-Удэ находится уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконной рубки лесных насаждений объемом около 13 кубометров. Напомним, что в случае обнаружения фактов незаконной вырубки граждане могут позвонить на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44, а также в круглосуточную единую дежурно-диспетчерскую службу Улан-Удэ по телефону 21-29-72, 21-36-65. Андрей Слепнев, Валерий Каратуева. Новости дня.